Здравствуйте, здравствуйте, мои хорошие. Ну что, сегодня суббота, завтра вербная неделя. Как вербное воскресенье называется, да? Погоды вообще нету. Обещали, что у нас будет тепло. В Сашуне я вчера говорила, плюс 16 у них в Польше, а у нас холодина бешеная. И холодина, и мало того, что холодина, так плюс еще и дождь срывается. Надо вот эти рубать ветки, но никак не получается. Поэтому мы решили сейчас с Димой съездить на Ново-Ивановку, Блашинный рынок, да, нам надо кое-что посмотреть. Ну и вы, мои дорогие, очень любите смотреть на вот этот весь антиквариат, на вот эти все вещи, которые продают люди. Поэтому мы едем сейчас на Ново-Ивановку, на рынок. Да, будем опять путешествовать. Хватит, потому что куличи, куличи, ни в одни штаны не влазим. Вот так вот, такой лозунг. Все, поехали, мои хорошие. Ветер, вы видите, сейчас тут во дворе ничего. Вот я с гаража машину выгоняла, просто ужас. Сейчас заправимся на заправке и поедем путешествовать. Честно говоря, хочется так уже тепла. Мне хоть, ой, какой ветер, прямо аж мешок, он мусор, все у него мусор забирают, аж мешок он подымает. Ой, уже быстрее бы тепло. То, что и на огороде хочется уже рыться. Сколько всего, боже, и сама выписала, и сколько поприсылали. И Людасечка высокосемян. Еще с того года у меня есть семена, которые присылали девчонки. И просто хочется уже тепла. И хочется, может, наконец-то уже мой мастер позвонит, что уже машину нужно везти на ремонт. Господи, боже мой. Это же просто ужас. Рассыпется караул, потом что будет. Так. Шарф намотала, потому что плечо как болело, так и болит. Лена, вчера мы были в Лене в госях. Что она говорит, что это уже где-то какая-то, может, на позвоночнике грыжа быть. Вот это вот дает нам мысли. Серега тоже расстроился, у него тоже все болит. А у нас еще сейчас придумали в нашей стране медицина семейная. И до 1 апреля нужно было сдать какие-то заявки. Там народа, а у них нету бланка, как всегда. Там народа миллионный. Мама звонит, вся в панике. Я говорю, мам, да успокойся ты. Мы вечно в этих очередях. Пусть оформляют. Потом мы пойдем, когда уже очереди рассосутся, и скажем, что нам нужно. А нужно, что все равно. Это педиатр семейный. А там дают направление, идите в Варнику, идите в Шмарнику. Это частные все клиники. То есть, лишь бы получить это направление. Какой смысл? И не знаю, у нас, помните, мы были в больнице? Ну и что, невропатолог, приходишь в 8 утра с 5 часов, с 15. Так как это так? Вы возьмите, что в 1 с утра. Короче, не хочу даже об этом говорить. Но теперь вторая проблема, это чтобы, знаете, внимание, наверное, забрать у людей, чтобы они не переживали, что с 1 апреля на 30% подорожал газ опять, электричество. Занимайтесь бумажками, давайте, берите семейную медицину. Это вообще просто. Она так никакая у нас была. Никакая. Все врачи работают быстренько, натяпляв в больнице, и бегут в частный, потому что там платят деньги. А мы теперь должны стоять в очереди, заполнять эти декларации, какие-то там заявления, чтобы нам назначили семейного доктора. Они слезали в Европу, ну там что-то недоработано. Говорю, мам, короче, нервы сердца. А вы знаете, как? Они давление поднимаются. Ой, боже, так вот это мы не пьем, а я крошей не машу. Ну, короче, наверное, специально делаю, чтобы наши пенсионеры все поумирали раньше времени от нервов. Не хочу негатива, поехали, потому что... Так, сейчас мы так будем объезжать, потому что мешок тут стоит. У меня с мусором. И сегодня думали, вот это... Ну как его можно рубить, эти ветки, если руки замерзают? Так бы оно сухонько, в мангал бы складал, манесенький, и сразу бы спаливав, спаливав, сжигал, в смысле. А то, ну что, мусорка, сжечь нельзя, а в мусорку не хотят эти ветки брать. Машина будет ездить, когда она будет ездить. Но я вам скажу, что вот за эти веки, за эти дни... Вы помните, когда у нас тут лужа была, подтянула, более-менее так стало. Сейчас я вам покажу, мои хорошие, сейчас. Помните, мы тут ехали, какие тут были грязючки? А сейчас кое-где. Вот тоже люди, видите, подпиливали веточки. И тоже лежит, потому что не обрежешь. Вернее, не порубавишь. Ох, Сидушка, как скрипать. Да, скрипать. Это у нас улица Попова. Попова. Оля, Нуська, тоже мусор выс... А что, у них уже забрали мусор, вы видите, уже пустые вёдра. Да, у них забрали уже. А что, это у нас сейчас будут уже ехать. Они поехали, видно, машину эту большую высыпать. Набралось уже. Видите, все обрезали уже деревья. Так что мы все правильно сделали. Я вам скажу, что такие вот старые деревья, вот запускать, допускать, это же очень тяжело его удалять. Оно... Корни эти... Невозможно их вырвать потом. И что, такое старое дерево плодоносит? Да я вас умоляю. Вот так, 10 год и надо вырвать. И видите, какая-то болезнь, что... Ну, ствол дерева покрывается какой-то... Каким-то зеленым мопом. У нас абрикоса так. Полностью покрывается. Ну, это же какой-то грибок правильно заедает. Все, выехали на центральную дорогу. Так, все, мы заправились. И едем. Сейчас на нули поставлю, чтобы знать, насколько мне хватает. Видишь, тут на 112... Ох, заходу. На 112 километров хватило. Ну, там еще осталось неполный. Сегодня я заливала бак. Вот так, нулики. О, ты бачишь? Все, едем, едем. Вот мы едем сейчас. Как на водолечебницу. Так, я выключу, у нас уже Ташкент. Надо будет с недели поехать. До доктора. Назначу процедуру какие-то. Это лечебница. Массаж и душ. Тут что-то вообще тут. То есть, бачишь, мороженое все. Ёлки, бау, это же пансионат был. Не в Тихии. Есть сколько людей в водолечебнице, все же все проезжают. Ох, какой дом справа построили. Тут такая была... уже и продам. Тут такая была хибара. Вот сюда. Это третья больница слева у нас. Раньше наша была. Теперь у нас первосоветская. Надо идти делать, Дима, с паспортом, страховки. У ЦФС. Там такого народа. Я не буду идти пока очень. Это дорога хорошая. Дорога. Это дорога. Пока я выйду до больницы, еще хуже стало. Укачай. Вот Армения, наш ресторан. Бачите, как расстроился. Кто в Кременчуге, я давно не был, вот пожалуйста. Ну, честно говоря, я не у вас столько раз тут мы были. Не, я раз. Такая шось. Забегаловка. Забегаловка, да. А вот где вы, хата вообще поламали. Кто-то купил участок. Сожа вчера казала 16 градусов, у них тепло было. А у нас такая вот, ну, ось солнечко выйдет. Можешь дать нам трошки поругать. Квіточки. А завтра поеді должна быть хороша полотечка. Завтра верм на неделя, завтра нельзя ничего. Господи, да шо, праздник на празднике. Ну, а шо сделать? Телефон забираю, шо. Я завару. Наверно, скинула. А не, аж. Шо я оцекула? Остер и осенью, думаю, мы чешу. А оцекли красивые, да? Здесь красивые такие дома. Красивые, на самом деле, такая, наверху. Боже, ветер так и шо невозможно. Вот день капюшон, Дим. Там, ну, то, шо холодно. И вот это построили, это новый дом. Не было этого, тоже хорошая такая форма. Видите, какой навес прямо там. Черепица, да, ну, она недолгострочная. Она уже быстро накрывается мокрым ряднем. Так, ладно, пошли, там покажу. Вот сегодня тут поживее. В субботу тут поживее рынок. Видите, сколько народа много. Идем прямо. А что нам прямо? Нет, ну, я хочу там, вот там уже, курочек показать. А так справа. Ты можешь, ты на балашины, я тебя догоню. О, видите, какой сахарный буряк. Ого, да? Большой. Вот этот лук можно садить, он тоже как шнит получается. Он неплохой такой. Ну, это кущевка, да? Да. Ну, а вин, вообще, когда вырастет, как шнит. Вот тоже, наверное, на посадку. Видите, какой чесночок. Видно, что, видите, украинский. Ни порос, ни грамочки. Ничего, что мелкий, зато классный. Ну, тут он китайский. О, а вот смотрите, какие красивые. Это, наверное, женщина сама делает. Видите, какие украшения для Пасхи. Пасхи, мастики, кабачки. Вот тоже кущевка. Видите, какая сиененькая. Вот точно лукшник. А вот утки. Красавицы. Причем капуста. Капуста квашеная. Видите, какой буряк. Видите, здоровый. Сахарный. С него сахар делают. Ну, на заводе, конечно. Картошечка гарна. Видите, как домашняя. Видите? Почонки, ларан, картошки. 8,50. 8,50. Видите, нормальная цена. В магазине 8,50 викинешь. А тут у меня картошка еще есть дома. Тоже чесночок, бачите, такий хороший. О, бурячата. Видите, какие есть. Так. Ось пшеничка. Кукуруза, а то, не знаю, ячмень, наверное. Это ячмень, да? Ячмень. Видите? Хорошая пшеничка. Тут, тут оси семечки. Вон, бачите. А то, может, макуха, а может, не макуха. Не буду брать, бо я не понимаю. Макуха. Макуха, да? Да. Макуха, бачите. Идемте на животных посмотрим. Ой, тут так холодно, елки-палки. Вообще. Решили, мы идем, смотрю внизу. Холодрю, конечно, корову. Вот, смотрите, какие раколовки. Видите, желазит рак. Видите? Ой, какая классная, смотрите, сковородка, видите? Чугунная. Вот опилки есть уже. Раньше не было. Стульчики. Вот лаванда. Ну, какая-то она такая немножко подсохшая. Сколько она, интересно, стоит, эта лаванда? Адамовое яблоко, оно же даже продается, лечебное. Годжи вот есть. Видите? Вот актинидия крупноплодная, средне-спелый сок. И вот актинидия киевская гибридная. Видите, вот такие маленькие палочки. Пока воно выросли, как и оховать, и вот актинидия, видите, вот смотрите, точно, как у меня дома. Только единственное, что такое маленькое коты будут съедать, конечно, тяжело будет. Вот смотрите, женщина продает, знаете, гладиусы, луковицы. Все одинаково получают, видишь, лохматые, белые. А это уже тоже киевские. Да, это другая, это другая, это будет с караловым. Видите, даже вона подсвела, включает. Ну, я же вам не понимаю, что это много людей. Уже бедные курики. Вот индюк, смотрите, задумался, сидит, видите, какой. Что-то индюку я боялась, у него такой дюк, что я плюну так. А вон шипуни внизу, в ящички. И дюшатина. А вот какие грузи. Давайте поднимемся на груз. Все как лебеди прям. Смотрите, какие красивые. Какие глаза, посмотрите на глаза. Красивые. Какой ты красивый. И я хочу. И я хочу своим. Мне казалось, я в прошлый раз, в прошлый раз видела точно такое батю. А я говорю, как свиня. Как лебеди прям. Это гуси, да? Мы гуси. Мы гуси. Гуси, гуси. Га-га-га. Как пеликан такая шторпа поднесла. Есть хотите, да-да-да. Красивые. И вот курочки, смотрите. Я не понимаю, это не сушки или это ношу. Тут пахнет курями. А, тут аж по кругу они идут. Смотрите, кролики. Видите, какие с черными носиками красивые. Кролики. А вот в сумках. Какой красивый. Смотрите. Какая розетка красивая. Посмотрите. Это же не декоративные. Это же, ну, такие, да, кролишки? Да. Это бабочка. Видишь, название бабочка мужчина говорит. Держит королей. Оно тяжело, конечно. Я знаю, сколько прививок надо им давать. Красивые. Счастливо вам. О, видишь, как далеко. Давайте посмотрим тут. Вот тоже. О, а вот, смотрите, нутрия. Видите нутрики? Рыжие, вот они. Антоша, я знаю, что ты сейчас подумал. Вот они два, смотри, лежат, Антоша. Это детеныши, наверное. Вот это вот, наверное, взрослые уже. У них такие оранжевые. Вон у субы, смотрите, видите, оранжевые, оранжевые. А он такой чистоплотный, это животное. Морковочку так возьмет в ручки и так вот так. А лапочки у него такие, как руки у нас стоят. Вот смотрите, видите, они очень чистоплотные. Вот видишь, какой продавец. Ты продаешь, да? Ты продаешь нутри? Да? А это маленькие нутри? Стесняйте, моя зая. Молодцы какие. Вот он, умнички. Видишь, выращивает молодежь, какая молодцы. А ось, дивите, какой заяц и кроль. Уши прямо у него по этому тянутся. Не, ну они же дома не живут в таких клетках. Они живут в больших клетках. Вот так специально такие клеточки на рынок их привезли. А дома они в больших клетках. А ось, де, кей пыгивень красивый. Девочки? А ось, кролики черные, спать, дремали. Это мамка, кролишка. А, это мамка, да? Будет кролинятка 10 числа. А она беременная, да? А там еще кто-то в коробке у вас есть. О, это стандартный цвет такой. Раньше шапки были, да, да. Ну, какой красивый. Ну, ну, ой, ой, видите, он вас с вами здоровается. А вот тоже внутри в коробочке, тоже рыженький. Господи, кто-то звонит. Пойдемте дальше. Сейчас, секунду, я отвечу. Тут... Ой, а вот маленькие, смотрите, какие. Это детеныши. Вот они, смотри, какие. Вот и боже мой, красивые. Вот эти красные глаза, они как альбиносы. А вот, смотрите, какой красавец. Такие глазки у него накакал. Ролиевы. А вот, это же внутри, да? Внутри. Да. Такие манюсенькие, дивитесь. Знаете, что в сумке заховалась рыжая-рыжая. И вот спят. Что-то вы делаете? Так, пойдемте сюда. Сейчас. Ой, а вот, смотри, какие братики, кролики. А это на зайцев похоже, на диких. Ну... Снимай. Да? Они выросли уже, или так? Смотрите, как стоит красиво. А нравится, между прочим, такие вот сюжеты именно рыжая. А это ихняя мама или нет? Посмотрите, какая лошадка большая. Ну, все, ты, куда ты лезешь? Ух ты, Белочка, куда ты лезешь, а? Ммм, гарненький. Тьфу на вас. Тьфу на вас. Продавайтесь. Красивые. А вот, смотрите. Вот, шершила. Расцветковый. О, вот, манесенький. Господи. Но я в руки брать не буду, потому что нельзя, вы понимаете? Это же... Ох, ветер. Видите, аж ящики он. Замулипу зимой. Ну, сюди. Ох, а уши. Смотрите, как уши украина. Это какой-то ушастик. Они хотят поздороваться. Видите, какие они мирные, дружелюбные. Ух ты, Белочка. Вот с белыми. Ой, ой, зимой. Смотри, какие маленькие. Это совсем маленькие, да? Ну, да. Смотрите, я думала, такой сорт. Ой, какие манюсенькие. А кукурузу, он шпарит, нечего делать. Ну, да. Хоть и маленькие. А вот, смотрите, какие. Боже, какие красивые кроли. Я не буду кролей есть никогда уже. Они такие красивые, такие глазки у них. Посмотри. Вот и как раз вот так. Но это диетическое. Самое лучшее мясо диетическое, конечно. А вот, смотрите, какой красавчик. Боже, какая красава. Смотри, плавки беленькие. Мама их, это уже уши большие. Просто, наверное, во всех краях уши большие. И очень красиво. Тут еще лед. Холодно сегодня. Пойдем. Тут много сегодня кролей. Ось, рыжий. Какой гармий. А вот взрослые внутри. Видите, какие. Видите, какие. Внутри. Да. И тоже ручни. Средний вон и вновь. Ручни, да? Я услышала. Вот такой кроль стоит 330 гривен. Это 10 евро где-то приблизительно. Вот такой кроль. Но это, наверное, для размножения его надо покупать. Девочка, да? Для размножения. Ну, красивая вообще. О, смотрите, какие в ящике сидят там. Кроль, посмотрите. Вам видно? Это где? Боже, красота какая. А вот задний ход включил. О, смотрите, посидел кроль. Седой совсем. А ну, давай. А ну, посмотри. Посмотри сюда. Влазки красные, красные. Видите, какие у него. Сейчас еще всплыгну. Стрим, да? Сейчас всплыгну. Оно так кажется просто, что так много. Сколько за ним ухаживать надо? Я знаю, родители держали. Прививки же делаете, да? Ой, потому что так болели, я помню. А сколько надо кормов. Это такая-то, что просто. Все, счастливо, продавайте. Пойдемте дальше. Видите, какие крылья у нас красивые животные. Вот эти вот магазины тут продается. Все, и станции, и батареи. А вот какие у бетономешалки, видите, классные. Траву косить. Компрессора. Штили. Вот это тут надо посмотреть, Дима. И вот там еще. Ну, ты посмотри тут, а я тут пойду. Можешь даже спросить, может... Не видно. Вот такой спиннинг у Саши был. Мы его утопили. Нечаянно, конечно. Утопили нечаянно. Так. Крестка для попугая. Шахматы. Крестка для пылесоса. Вот такой. Крестка для пылесоса. Вот такой. Крестка для пылесоса. Крестка для пылесоса. Крестка для пылесоса. Крестка для пылесоса. Вот видите, для скважины. Вот это так и с дырочками. Это забивается туда в землю. И вода подымается. У нас тоже такое забитое дома. Вот это, что станция берет воду. У нас же нету централизованной водоснабжения. Именно эти. Вот трубы. Так, идемте сейчас на блошинный рынок. Вам интереснее на блошинном рынке. Так, а где же Дим? О, солнышко выходит. О, солнышко будет. Ну, конечно, холодно. Идемте сюда. Сейчас рыбок покажу вам. Велосипед. Смотри, какой-то белый красивый велик, да? Велосипеды любые. Вот с корзинами для женщин. Видите, какие корзинки сделаны. И под цвет колес. Корзинка. Так, ну нам вещи не надо. Так. Ой, какой чайник. Смотрите, ребят. Это точно ленинский. Знаете, когда за чаем приходили. К Ленину. Матросы. А это, я думаю, самогоноварный аппарат. Видите, под проточную воду, я так думаю. Где я? А, я смотрю, что... Да, под проточную воду. А это какая-то, смотри, бомба прямо. Вот такая, как у меня взятница. С ней ржавейки. Вот бочечки. А, ну. А вот машинки стиральные. Видите, с ней ржавейки. У меня дома тоже где-то такое. А вон пилка дружба. Две ручки. Тын-тын-тын-тын. Так, идемте дальше посмотрим. Тут попугаи, вы знаете. Тут у нас рыбки. Классные. Растения. Корм для рыбок. Видите, какой моты. Ну, помельче, чем на рыбалку мы покупаем. Моты. Наверное, моты. Лампы такие нужны. Видите? Да, это кажется так легко. Аквариум. С какой же стороны пойти. Рыбок я вам уже показывала. Сто раз. А как же пойти? О, очки модные. Смотрите, вы видите? Очки велосипеды. Где можно найти? Только на блошином рынке. Такие очки красивые. И тоже кролики. И тоже кролики. Выворка. Это у нас называется выварка. Вываривали раньше. Кто знает, это выварка. И тут еще снег даже лежит по этому. Смотрите, какие красивые скульптурки. Видите? Лось, лань. Это очень модно раньше было. Но сейчас тоже возвращается. А вот рассекатель огня. Помните, такой вот продавался? Вот он. Это ставишь на газовую плиту, на огонь. И рассекает огонь. И не такой сильный. И равномерно не пригорает. Молоко там, каша. Видите? Рассекатель огня. А вот орешки. Вот помните эти вот? Вот это, смотрите, видите, она какая? Ее мыть не надо. Вот она не будет хватать. Вот покупаешь эту форму, кипятком обдал. И сразу делаешь. Вот такие будут коржики. Она уже выжиренная, выжиренная. Очень хорошая. Так, дальше. Вот это рыбка, которая в каждой семье, наверное, есть. Помните эти рыбки? У меня дома у мамы есть такая рыбка. Так, извините, опять звонят. Так, пошли дальше. Ну, здесь мужские все инструменты. Я в этом не сильно понимаю. Радиолы, прикуриватели. Это что-то с радиомеханикой. Я тоже это не сильно понимаю. О, вот противогаз, пожалуйста. Видите? Противогаз. Ну, я не... А где ты, где ты видишь? На шоу? Что-то, блядь, там, сцепь такую хочу. Сколько он хочет? Она, 321 рублей. Ничего себе. Пало. А что так дорого? Ну, новая. Она подойдет? Я там, наверное, я вижу трубку. Ну, он лежит. А вот, смотри, с пылесоса кусочек. Не, не виделись. Она короткая, наверное. Ну, посмотри, вот это что? Это с пылесоса, да, или нет? Нет, ухода. А ты, товарищи, не мог куда там, да? Нет. Плохо. Да, он лучше как лежит. Ну, идем посмотрим. А, поля, а не нельзя. Галстуков сотня. Давай, да, там. Тут немножко так затышно. А там прямо уж такая холодина. Просто ужас. А, ну, хорошо, выезжай, да, да, выезжай. Такая она... Давай, наберешь. Мешок, вот, смотри, для ракеты. Это с ракеты. Мешки там продаются, может, как. Разовые, да? Нет. А сколько он хочет за эту трубу? 20 рублей. А, там нормально. За 15 давай старовые. А где хозяин? Так он, значит, подойдет, или не подойдет. Понимаешь? Ну, наглохо. Блин, ну, там вход, получается, такой... С одной стороны, вот такой, квадратик такой, понимаешь? Ну, а если не подойдет, какой ты стороной? Вот тут вот так обрежешь, или как? Как ты его ставишь туда? Ну, давай, все, давай. Удиво знает. Может, отрежу вот так вообще. Так, а зачем ты в переходе не будешь? Та баба продолжишь продает. Должно выкручиваться как-то. В ракете выкручивается. Так, решили взять тот шланг. Что-то может при мастере там, Димка. Ну, здесь такое более... Дима, окуляры не хочешь? Нет, чичи не надо. Чичи, ну почему? Такие классные чичи, Дим. Райбаны, смотри. А ну-ка, померяй. Ну, просто для интереса, Дима. Именно райбаны. Райбаны, да? Да, в машинном рынке. Ну, да, которые стоят 300 долларов. Да? Ой, Димка, классно. Тебе красиво, между прочим. Да. А сколько они стоят? Классно. А ты смеешься. А вот это, это женские вторые или нет? Все на денег. 15. А стекла, ты смотри, не это. Мы видим, чтобы не пометы его не волны. Чтобы мы поцарапаем, его зрение будет плохо. Тряпочкой возьмите и рани. А ну-ка, одень. Ну, лучше, чем твое тебе зеркальное, блин. Ты видишь себя? Ну, как я могу видеть. Сейчас, подожди, я секунду. Пошли. А я посмотрю, может мне что-то... О, глянь, какая мышеловка интересная. Может мне что-то нужно. Сейчас идем. Так. Чем тебе мышеловка? Мышеловка? Ну, что мыши могут напасть? Вещи, ну, вещи нам не надо. Число, смотри, какой. Продам трекомутную квартиру. 5,5. Не угловая, ремонт недорого. Ух ты, бачишь, недорого. Вот, инвентарь исторический. А вот голову массажера. Знаете, какой массажер есть? Вот открывачка, смотрите, какая. И опять рыбка эта. Я же говорю, что в каждой семье такие рыбки были. Красные, синие, разные. Интересная рыбка. Тут инструменты всякие продают. Ну, идемте сюда. У тебя запонки дома есть. Идем. Вот ты любитель запонок. Идем. Таких нету. Это таких нету точно. Вон, дай, какая сеточка для рыбы. Нема и закрывачки? Нет. Погано. Что, нема закрывачки погано. Ой, смотри, какой хрустальный рог. Видите, он лежит, хрустальный рог. Классно. Так. Сейчас, Дим, подожди, я вот тут еще пройдусь. Потому что тебе не интересно, а нам интересно. О, смотри, какие бокалы, как у меня дома. Видите? Добирайте цены. Навязала женщина каких-то носочков классных. Смотрите, для деток какие ботиночки. Носочки, ботиночки классные. Ой, Боже мой, какие модельные туфли. А вот для того, чтобы крыс и мишей украшать дудочка, сопилочка. А вот, ну, погоди, у вас такое было? Я помню, у кого-то из наших знакомых был такой, ну, погодишка. Чиканки, это называется чиканки, картины такие. Термос китайский. Боже, какие очередя в Москве выстаивали раньше за такими термосами. Да, это нету точно, да. И были, по-моему, нет, они, наверное, японские были. А вот мясо внутри, очень вкусная вещь. Видите, 250 рублей, очень вкусно. Диетическое тоже хорошее мясо. Так, идемте дальше. Что здесь у нас? Вот какие-то для лодки винты. Ты видишь, продаются топоры. Ну, идем дальше. О, курочка такая. Гряба. Браслеты. Деньги, вот купоны, видите, наши украинские. 10 рублей. Вот это раскладушка пионерская наша, в которой мы, когда были маленькие, такие раскладушки были в пионер-лагаре. Видите, брезент и вот такие резинки. Настоящая раскладушка. Раскладушка память называется. Идем дальше. Ну, здесь вещи. Так. Все, мы здесь. Что-то такое маленькие, балашины. Красивые рыбки. Ты видел, где рыбки всевозможные? Вот там, вот идем туда, посмотрим. А вот птички. Синички. Смотрите, какие у них тут корма. Видите, какие палочки. Вот смотри, какие красивые. А вон щегол с красной головой, видите? Это можно... А я не знаю, что за птичка такая с красным. Но это не снегирь. А может и снегирь? Не, не снегирь. Видите, какой? А вон канарейка, она поет красиво. У нас был Юрий Михайлович, учитель музыки. Дима, у вас не было Юрия Михайловича, учителя музыки? Да, да. Не? Так у него была канарейка, вот он приносил. Эта канарейка, она у него там победитель каких-то конкурсов всевозможных. Видите, сколько всего надо, чтобы рыбки были здоровые и хорошие. Посмотрите, какие рыбки красивые. А вот эти не растут рыбки крайние? Растут ли? Нет, маленькие. Красивые, жалко за ручки. Они растут, такие, чтобы, знаешь, уже сведение на сковородке, такая, как судак большая. Идемте, зайдемте, знаете, куда? Дима, идем я вот сюда, вот, крытый зайду, посмотрю, что тут. Ну и все, тут вещи на вещи. Идемте посмотрим здесь. Какой мешок? А где? А тут открывается? Вот здесь на этом рынке продают мясо, творог. Видите, сегодня тут повеселее. Вот здесь на этом рынке не перекупщики. Вот здесь вот люди, которые сами режут и сами продают. И молоко, и это. А почем творог на сегодняшнее число? 70. Хорошо. Сейчас мы немножко попробуем. Что-то вас там не видно по телевизору сегодня. И себя увидите там. Уси, уси там, а его сейчас не видно. Нема, уже все. На пенсию. На пенсию, да, да, на пенсию уже пошла. Сколько много молока. А это, наверное, баранина такая темненькая. Да, баранина, видите? Половину можно купить индюка, видите, разрезали. А баранины много, это тоже баранина, я так думаю. Видите, вот смотрите. Вот с баранины плов приготовить хорошо. Ну, я не... А вот смотрите, вот это настоящие вышкворки. Бачите? Вот это вышкворки, и вот это вышкворки. Но это более зажаренные, а это чуть-чуть, видите, смальца больше. Вот это вышкворки украинские, настоящие. Ну, конечно, плохо, что стоят рядом с другим. Вот легкие, это журавель. Потребку робить с этого. Нога. Кубаса. А вот видите, какая красивая девушка. Спасибо, у вас экскурсия. А как вы колбасу, это вы же делаете, да? Вы можете быстренько рассказать, как вот рецепт сам? Ну, не без... Потому что очень многие... Без пропорций? Да, вот... Просто без пропорций. Да, 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 да. Пожалуйста, кровь надо подмолоть через мясорубку, чтобы не было густков. Сало, как любители, можете сырым перекручивать через мясорубку, можете отварить, а потом меленько его порезать туда. Сало с мясом или просто с сало? Просто сало. Мясо не надо. Если отвариваете, можно с мясом. Ага. Если не отвариваете, просто сало. Ага, дальше? Добавляете в саму кровь уже молочка, яйцо взбываете отдельно и туда добавляете, чтобы не рассыпалась кровяночка. Сало туда, чеснока, перца. А сметану вы добавляете? Нет, нет, нет. Я молоко добавляю яйцо. Ну, а если взять, например, по порции на литр крови, сколько нужно приблизительно? Молока? Да. Ну, на литр крови яйца одного достаточно и молока, ну, где-то полстакана. Полстакана, да? Больше не надо, потому что. Молоко добавляется для того, чтобы было мягче кровь, чтобы она не была. Ага, ага. И потом вы начиняете колбасу эту и провариваете или нет? Конечно, обязательно провариваете. То есть, прежде чем бросать в кипяток, в кипящую воду, вода закипела, посолили, бросили туда лавручечку, душистый перец. Ну, специи, да? Да. И покололи колбаску, для того, чтобы вышел лишний вод. А покололи уже в кастрюльке, у нас будет кровь не будет? Не будет, не будет, да? Не будет, наоборот, когда варится колбаса, тогда она уже, как бы, под давлением воздуха, может давать струйки. А когда вы ее сиру, прокололите. То есть, сиру покололи и в кипяток. Не в кипяток. И только вода начинает закипать, прикручиваете на маленький огонь, чтобы не лопались киски. Да, да. И в процессе, пока она варится, опять же, ложечкой, немножечко. И опять же, колытой, потому что создается давление, может лопать киски. И ничем не смазываете сверху, ничего, да? Ничем. Ну, если любите, чтобы поджаристая была корочка, можно майонезом сверху помазать. Ага. Чуть-чуть. И все, и поджарили, как обычно колбаса, да? А ну, если можно, дайте тоненько. И вот вам рецепт от хозяйки, вот, потому что вы меня спрашиваете кровянку, я кровянку не готовлю. Смотри, есть еще кашу добавляют, да, туда? На любителя есть спрашивают, гречку отдельно отвариваете. Зачем так же перекручиваете через мясорубку. Вместе с салом, вместе со всеми добавками, мы добавляем их в кровь. Вкусно. Очень вкусно. Смотрите, какая у него структура, видите? Спасибо. Как вас зовут? Тамара. Тамарочка, спасибо вам за рецепт. Вот, пожалуйста, рецепт от Тамары кровяной колбасы. Дай Боже вам все продать. Спасибо большое. До свидания. Видите, как. Какие шире люди у нас. А вот язык, смотрите, так как у меня почти. Выбачите, какой здоровый. Цей поменьше, а цей великий. Вот это смолец. А вот это здир. Здир, вот это из всего здорового делают смолец. Видите, сколько много. И маленькая девочка продает. Молодец. Видишь, какая молодец. Мама где-то пошла на рынок. А вот, смотрите, голова. Вот голова без щек. Видите? На Зельц продается голова без щек. Но ничего тут тоже есть. Вот смотрите, как мастерски обобрали. Вообще мяса нет. Вот это да. Вот сальце доброе. Видите, сколько много вышкорок цепсих. А это, между прочим, вот эта женщина знакомая. Откуда вы? А я смотрю, что лицо знакомое очень. Так что, почти. Вот тут стоит. Вы смотрите на мясо и смотрите на продавца. Потому что нужно покупать. Счастливо вам, продавайте. Все, идемте. А это баран. Ну, в смысле, баранина. Видите? А вот маски свинья метису. Видите, какая? А почему метис? Потому что зажарили хорошо. Это видно сразу. Вот и сало. Это домашняя свинья. Это не польское. Сало, мясо. Это домашнее. Такая темно-темно. Красавица. Вон прямо тушка лежит. Доброе палки. Да я думаю, что, конечно, доброе. И ось курочки тоже. Бачите, домашние. Ноги их не жуткие. То есть, оно видно. Видно, где магазины, а где домашние. Так, идемте. А, ой, смотрите. Вот видите, какой мужчина. Виктория. Так, идемте. Вкусная кровянка, но, понимаете, я не очень большой любитель кровянки. И Димка моя кровянку не любит. И Дитя моя тоже. Ну, Саня там вот иногда будет, поэтому я не делаю. А так, кровянка неплохая. И спасибо, видите, рецепт. Надо, чтобы она была холодная, потом ее в духовку засовывать. Все имеет свои, как говорится, секреты. Так, ну, тут нам ничего не надо. Я сейчас думаю, все время, я как-то приеду, такую грелочку купить, чтобы фламбе делать. Именно очень хорошие такими горелочками. О, вот такие вот грелочки для фламбе, это бомба. Не надо такой большой. Вот именно такой маленькой. Чтобы, знаете, колор сделать. Вот решетки всевозможные для огурцов, помидор, веники, швабры. А что-то такой мешок. Так у тебя есть пока мешок. А ось, а ось, дивися, мешок, ось, о, дивяка есть. Вот такая вот херня. Вот такая вот херня. Переходник такой. Да, вот квадратная. Да, это я купил за двадцатку. Ну, здрасте. Если это не болезнь, скажи, есть, ты хочешь. Пошли быстрее, будь, есть. С мужчинами на рынок ходить нельзя. Будь то взрослые, будь то такие дети, невозможно. Быстрее, 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 быстрее. Вот смотрите, видите, целыми ведрами продают ракушняк для курей, кальций. Видите? Когда вот на рыбалке сидишь, сколько его вымывают. Прямо корову бывает, ходишь, а такая ракушка. Это же люди собирают тоже. Трут. Ну, двадцать пять рублей не так и дорого ведро, чтобы кальций куры получали. Мне надо было, конечно, купить этот лук. Хорош для салатов, для этих. Так, пошли. Ой, какие цветочки, смотрите. Герань. Герань. А вот бальзаминки, по-моему. Я помню, по школе такое название. Красивые, да? Вот красивые. Розы. А вот, видите, в мешках это сено. Это для корма для животных. Не солома, а сено. А вот веник, в баню. И оранжевый. Ну, это, видите, тут для большого количества. Так, вот и все. Видите, вот такие шкурки кролячие принимают. Тогда их чинят и шьют шапки там, шубы. А ось на вербну неделю коты берите. Вот завтра вербну неделю, такие букеты покупаете. Здравствуйте. И идете в церковь. А это все люди сами делают. И мыло сами варят. И вот эти тапочки, украшения. Я вам уже их показывала. Этих прекрасных девушек. Смотрите, какие. Смотрите, какая красота. Еще и маленькая там букашечка сидит. Все, счастливо вам. Дай бог хорошей торговли. Машин, видите, сколько много. Ну, это такой колхозный рынок. Именно по животным, по кормам. Вот такое все здесь. Ну, и если хотите купить мясо домашнее, то здесь его можно купить. Единственное, я не знаю, ну, должна быть лаборатория. Так бы не разрешали продавать без лаборатории. Ну, вот я съела колбаску. И теперь как-то, знаете, начинает то изжог запечатать. Запекать. Не моя это пища. Ну, а вы уже смотрите. Женщина видно, что давно на этом зубы съела на этих колбасах. Имеет все профессионально. Так, все, идемте к машине. Сейчас мы вот едем справа. Это наша третья больница, но с другой стороны. Вы посмотрите, немножечко разгуливается погода. Не жарко, но хоть солнышко выходит. То есть, можно что-то будет сегодня Димас во дворе сделать. Я знаю, как красиво делают больницу. А если бы еще внутри сделали, а то там убожество такое, что просто караулит. Вот сейчас хорошо видно. Третья больница переходит в водолечебницу. И ниже медицинское училище. Видите, солнышко, солнышко, солнышко. Вот за остановкой сюда направо, и там медучилище. Наша Кременчурская. Вот такая большая горка. Раз за нас их видно. Так, все, едем, едем. Видно, что суббота. Смотрите, сколько машин. Это же не центр города. Это же мы на мысль видим. Ямы. Не знаю, как вы ели. Так, сейчас я быстренько на секунду заскочу, получу посылку от Виталика. Посылка от Виталика. Но посылка это другое видео будет, как бы развлекательное. И посылка. О, Боже, о, Боже, о, Боже. Тут тоже машин много, потому что суббота. Это автомобильный базар. Тут у нас транспорт так лучше. А что же этот бедный? Не знаю, что ему делать. Чи поворачивать, чи что делать? Ну, рожай, танкист. Танкист, точно. Надо же смотреть, где свободное место есть. Нема тут свободного места. Ехать машина аж до новой. Я обогнать не могу, потому что сплошная. За тонко наклеивал. Мама родная. Якись и субы, якись свиньи. Чего только нет. Интересно, куда он будет ехать? До новой почты? Или там догадается прямо поехать? И она право поворачивает. Что же это за водитель такой, что 3 км в час едет? Ну, что бы ВВ. Ты же какой-то там уже ряд возьми, сынок. Левый или правый, кто там вы? Я думала, он ищет эту, а он... И не старый, вроде бы дядька. Иди, дыхай, по-моему. Ой-ой-ой-ой-ой. Что, мы уже дома. Машину я поставила. Видите, мусор еще не забрали у нас. Я уже выбрасываю эту баклажку. Хотя в нее можно было посадить тюльпаны, но не буду я уже. Думаю, что все-таки уже тепло настанет. И мы посадим цветочки. Я думаю, может, с недели уже я тюльпаны высажу. Потому что все-таки прохладно еще рыться. Там все расчищу, где я вам показывала. Те тюльпаны, которые в агромаркете я выписывала. И там я их и посажу. Видите, наконец-то. Сегодня хотела снять это утепление, эти тряпки. Но они еще там сильно примерзли. И лохина немножко так похылылась. Но все равно, видите, какие брунички. Это, как говорится, такое заграничное растение. Но в том году у нас давало плоды. Все, мои хорошие. Попутешествовали, поотдыхали. Ну и, как говорится, пора и честь знать. Все, мои хорошие. До свидания, до новых встреч. Следующее короткое видео. Это будет обзор посылки. Витасика мне сказала, что только пришлет чуть-чуть дрожжей, которые ему лишние. Что он прислал? Ой, боже мой. Витасика, Витасика, и как тебе не ай-яй-яй? Посмотрите в следующем видео. Спасибо.